Всем привет! Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Тина Токсина. Сегодня мы втроём прогуляемся, знаете где? По Паланге. Проводим лето. Лето, прощай! Тю-тю, лето! Сегодня последний день лета. В этом году оно было просто превосходное, жаркое, море было тёплое. Будем ждать следующий сезон. Любителей историй, безусловно, заинтересует мемориальная усадьба Шлюпаса. Известный литовский общественный деятель начала 20 века, врач Йонас Шлюпас, в 1930 году переселился в Палангу. Именно благодаря Шлюпасу в 1933 году Паланге были предоставлены права города, и он был избран первым бургомистром Паланге. В его усадьбе в июле 1989 года открыта мемориальная экспозиция. Здесь экспонируются фрагменты истории и этнографии города Паланге. В Паланге есть очень современные дома отдыха в гостинице, но также есть и маленькие деревянные дома. В этом деревянном домике находятся галерея янтаря и мастерские. Знаете, чем отличается, допустим, музей янтаря от галереи? В музее вы приходите и только любуетесь, а в галереи все экспонаты продаются. Сколько стоит янтарь? Обработанный янтарь, если это какое-то изделие уже обшлифованное там по весу, один грамм может стоить и 5 евро, а примерно такие бусы, как у меня, вот эти, 2-3 евро один грамм. Не знаю, сколько у меня они тут грамм весят, но мне кажется дороже. Купи мне собачку, я тоже буду как дама с собачкой. Старая аптека. Когда-то мы снимали пару лет назад, она выглядела совсем по-другому. Сейчас и новые доски набили, и все покрасили, перекрасили, реновировали, реставрировали. Выглядит эта аптека очень-очень красиво. И на самом деле там есть действующая аптека. Когда заходишь вовнутрь, скрипит деревянный пол. Зашли мы в эту аптеку. Запах, знаете, такой, когда аптека сама изготавливает лекарства. Валерьянка вместе с касторкой и 100-летней выдержки. Да-да, примерно что-то такое. Паланга. Литовский курорт со своими старыми традициями. Зеленый, тихий, красивый городок с населением около 16 тысяч человек. Летом Паланга становится летней столицей Литвы, так как за сезон ее посещает около 200 тысяч человек. Очень красивая аллея, по которой хорошо прогуляться. Называется она Аллея графа Тышкевича. Зимой красиво подсвечиваются фонари, висят снежинки. А сейчас просто люди гуляют и смотрят на всю эту красоту. Аллея Тышкевича приведет вас прямо в курхаус. Первый курортный дом для отдыхающей знати, построенный графом Тышкевичем более 100 лет назад. Здесь в центре зарождающегося курорта действовал первый ресторан высшего класса. Проводились благотворительные вечера и вечера танцев, ставились театральные представления, привлекавшие аристократов курорта. Флагов много, но это висят флаги только трех стран. Литва, Латвия, Эстония. Как много продают картин на той стороне улицы, на разные темы. Море, женщины. Море, женщины. приехали в палангу и случайно попали на какую-то ярмарку сейчас пройдем посмотрим в честь чего это ярмарка и что продают традиционно на ярмарке можно найти украшение из фарфора мыло ручной работы детали для домашнего интерьера как кайной паук щука всевозможные изделия из крупного и из мелкого янтаря деревянные подделки ручной работы а также милые побрякушки которые будут вам напоминать о летних солнечных днях проведенных в паланге на ярмарке можно купить различные кожаные изделия такие как сумки и кошельки исполненные в единичном экземпляре продаются различные хлебобулочные изделия а также литовский черный хлеб который ценится во всем мире на каждой ярмарке в литве продается копченая рыба лещ угорь карп на любой вкус здесь можно найти не только копченую но и соленую рыбу из всего увиденного в костеле все прихожане не помещаются так как посмотрите много людей и все хотят попасть на мессу и многие люди стояли поэтому на улице вынесены колонки и можно молиться прямо на улице на ярмарке традиционно продают все что всегда продается на литовских ярмарках ничего нового кружки всякие чаи хлеб что там еще было украшение из янтаря интересно будет посмотреть сколько кафешек сейчас принимают людей только с паспортами возможностей закон этот принят только с 13 сентября сегодня 31 августа и уже уже кафешки отказываются от людей которые не имеют этот паспорт целый детский городок скорее всего его сейчас уже закроют и будут ждать следующий сезон на ярмарке мы искали свою подружку таксу морковку но ее там не встретили но еще еще живет курорт живет посмотрите людей много погода хорошая хотя ровно час назад здесь был дождь дождь людей вообще не было только дождь заканчивается сразу все выходят на главную улицу на басанавичу пройтись попрощаться с летом у нас нет детского меню детских стульчиков цепелинов и холодного борща обычно все люди в хорошую погоду лежат около моря загорают или купаются а сейчас погодка уже не очень и все гуляют туда-сюда туда-сюда даже вот уже продают очки за пол цены конечно же кому они будут нужны середине ох не в середине осенью лето конечно же очень короткое всего всего было два месяца август был ветреный много было дождя почему такие короткие бывают летние периоды лучше бы осень была два месяца вместе с зимой а лето было бы девять месяцев да да зимние куртки шапки без рукавки сейчас будет очень популярна и будут пользоваться большим спросом я думаю что мы сейчас выйдем на мост и там тоже будет прохладно улица басановичус в летний сезон именно здесь кипит курортная жизнь проводятся фестивали концерты и ярмарки а многочисленные магазинчики кафе и рестораны привлекают сюда поток отдыхающих а чё такой кислый сидел люди рядом сидели ели кукурузу так вкусно пахло хочу кукурузу купи кукурузу купи кукурузу купи кукурузу еще видел девчонки ходили они одевают и тут такие ушки пальцами нажимаешь вот так вот и ушки поднимаются и хочу тоже такую вещь буду ходить и ушками вот так вот вверх купи мне такую штуку купи так кошелек у тебя все равно купи иди купи себе кукурузину ты ж хотел 1 кукурузина 3 евро а мою подружку уже одели в жилетку по этой улице нельзя ездить на велосипедах и самокатах только хотела по похвалить власти города что запретили здесь ездить на велосипедах и сразу появился человек который хочет получить предупреждение интересно сколько сейчас стоит предупреждение скорее всего первый раз бесплатное предупреждение а второй раз предупреждение уже будет за деньги только вот так можно ехать по басанавичу с улицы как слева идут люди и везут велосипеды в руках а кататься здесь нельзя расскажу историю как в армии делали татуировки есть собаки в армии едем в казахстане поезде много суток мы ехали там по степи делать нечего кто-то достал чернила иголку и говорит я умею делать татуировки и все к нему в очередь выстроились поезд трясет он там что-то колет такое кривое кривое все понаделали там дембель 83 типа татуировки не знаю что они потом с ними делали наверно выводили а может до сих пор и ходят с этим дембелем морской пирс это одно из любимейших мест прогулок сюда приходят послушать шум моря крик чаек и подышать чистым морским воздухом любуюсь на янтарный закат прямо у пирса на скамеечках многочисленные гости паланги любят провожать последние лучи уходящего солнца совсем недавно был дождик вот так выглядит пляж после дождя даже уже лежат отдыхающие в море тоже есть люди купаются сейчас знаете какая погода 20 градусов температура воздуха и 20 градусов температура воды а с этой стороны пляж выглядит вот так много людей просто ходят вдоль моря и дышит свежим воздухом балтийский путь мирная акция проведенная 23 августа 1989 года жители литвы и латвии и эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 километров таким образом соединив таллинн ригу и вильнюс а это сидят кармараны сушат крылья потому что они ныряют под воду и бывают абсолютно мокрые идем вдоль реки хотим найти бобра который здесь живет здесь очень очень спокойно там где дорожка для людей и велосипедистов вообще тяжело идти все едут куда-то двигаются хаотично а здесь никого тут очень крутые берега вряд ли тут будет бобр еще шлюзы там закрыты он наверно дальше там живет говорите тише утки спят одним глазом смотрит на нас дошли до самого моря кроме уток не встретили никого есть чайки но бобра нет на пляж собаками нельзя есть общественный туалет прямо прямо на море и здесь людей уже побольше те которые загорают около моста люди просто ходят отдыхают а здесь уже люди конкретно приходят по загорать интересно где теплее вода в речке или в море конечно же в речке посмотри дети не вылазят разницы я не почувствовал вода и там и там одинаковые температуры примерно сколько 17 так холодно а а посмотрите сколько много людей в море решили в последние деньки обязательно искупаться холодном балтийском море людей ничего не остановит виктор купил новые ботинки что-то ему не нравится в шнурках так вроде бы и небольшие и не маленькие но как-то завязаны неправильно красиво завязаны надо перевязать чтобы было некрасиво да пляжи паланги входят в число 20 лучших пляжей европы очень широкие песчаные обрамленные дюнами и соснами они тянутся вдоль всего побережья курорта чистый мелкий белый песок нежный и мягкий издает характерный звук под ногами из-за чего его часто называют поющим пляжи паланги имеют голубой флаг они очень удобны для купания с детьми так как море у берега мелкое и хорошо прогревается пляжи оборудованы спортивными и детскими площадками здесь много уютных летних кафе и баров юный скалолаз пошел два скалолаза а девчонки гимнастки если будете в паланге ближе к вечеру на этом месте передавайте привет от тины эти веточки же он накидал и в антидеревья он подрезал да это все его работа бобриная или бобровская в конце девятнадцатого века этот променад назывался бульваром тышкевича граф купивший эти земли построил здесь первый дом отдыха в паланге курхаус и стал заниматься развитием этого курортного местечка вместе с вилами тышкевичей стали появляться красивые летние дома построенные знатными местными предпринимателями многим из этих очаровательных старинных построек уже почти 200 лет но они и сейчас радуют глаз своей архитектурой украинское кафе посмотрите какая большая очередь пользуется популярностью как много столов и все заняты образец современного строительства сдаются апартаменты и зимой и летом зимой от 30 евро на другой стороне улицы тоже очень интересные дома современное строительство скорее всего тоже что-то сдается огромные балконы а здесь какой красивый дом построен уже несколько лет назад еще вижу что продается квартира на каком-то пятом этаже тоже современное строительство но очень очень красиво на балконах даже нарисовали травы все линии криволинейные стены это ровные внутри только на балконе имитация того что все все криво а здесь что на третий этаж чтобы подняться надо идти по этой винтовой лестнице да внутри места не хватает а если зима много снега или много дождя это последнее видео из летней паланге следующее видео будут выходить только осенью зонтик у нас уже есть если будет дождь будем прятаться под зонтиком ставьте не забывайте лайкосики ждите уже осенние видосики лето прощай до скорых встреч до свидания пока пока пока